здравствуйте дорогие мои подписчики сегодняшняя наша тема касается геймплана Баку как вы знаете появится 400 тысяч новых рабочих мест утверждено генеральный план развития Баку до 2040 года и в газете поставлены масштабные задачи направленные на устойчивое развитие города их поэтапное осуществление это позволит открыть несколько сотен тысяч новых рабочих мест по этому поводу я дал интервью газете Бакинский рабочий это интервью вышло 16 января 2024 году из-за того что в интернете нету я нацелился именно на PDF формат этой информации как видите на экране эксперт экономист Рав Караев в свою очередь отметил что то о чем говорится в геймплане носит в сфере этого устройства предполагаемый характер почему предполагаемый у столицы Азербайджана большой потенциал для развития и она в этом плане не уступает многим крупным городам развитых стран мира чем ниже будет уровень безработицы чем больше жителей официально трудоустроится тем выше станет уровень жизни населения и ускорится темпы экономического роста поэтому реализация намеченного имеет большое значение инфраструктура города должна претерпеть существенные изменения а значит могут появиться новые профессии конечно одним из востребованных будут профессии в сфере туризма с каждым годом столицу посещает все больше иностранных путешественников и к 2040 году эти цифры существенно возрастут однако надо параллельно споку развивать и регионы в противном случае масштабы темпы урбанизации ускорится так как те кто проживают в регионах еще чаще будут ездить на работу в столицу еще один момент на который хочу обратить внимание это необходимость проведения подобных работ в сумгаите так как в ближайшем будущем скорее всего он будет частью агломерации выразил свое мнение эргараев отметив что нужно учитывать не только работу на предприятиях но и те кто трудится фрилансерами или планирует перейти на этот вид занятости с каждым годом число фрилансеров растет в мире и в нашей стране поэтому важно создавать для них более комфортные условия для деятельности резюмировал он почему такое мое соотношение то есть именно мнение по этому поводу могу здесь и критику то есть прибавить критику в этом понимание так как вы знаете что есть нюансы в налоговом кодексе где именно то что изменение происходит в этом плане пагубно влияют на работу фрилансеров то есть о критике можно постоянно говорить также можно говорить о том что нужно развивать и другие не только отрасли но и города и района то есть изменение должно касаться и других районов городов где я отметил вы тоже можете писать свое мнение могу сказать следующее что 400 тысяч мест здесь очень маленькая цифра так так как именно рост населения позволит тому что четкого понимания в этом плане не будет то есть 400 тысяч мест с одной стороны звучит очень громко но из-за того что идет рост населения можно увидеть что именно создание рабочих мест таких цифрах в 2040 году будет это минимальная часть того что говорится то есть соотношение процента будет минимальной сейчас да это громко звучит но в 2040 году это будет звучать не так громко как сейчас спасибо всем за внимание и удачи всем